Сегодня, в наш взгляд, очень такое знаковое событие в Львовской республике. В нашей республике сегодня будет вручено 6-тысячное разрешение на перевозку пассажиров и багажа легкового такси. Разрешение с красивым номером отправится в Откинск. Марина, руководитель одной из воткинских служб такси, вручит его новенькому. Каждый без исключения таксист, который приходит к ней работать, должен получить такой документ, говорит. Это одно из главных ее требований. Если вначале как-то недопонимали для чего, а теперь, как говорится, это все равно для безопасности наших же клиентов. То есть человек уже уверен, что к нему приедет исправный автомобиль, водитель будет в адекватном состоянии, не первый год будет за рулем уже сидеть. То есть машина тоже просматривается механиком, и человек уже едет спокойно, потому что это разрешение обязывает это делать. 6 тысяч разрешений за 15 месяцев. Даже в Минтрансе не ожидали, что количество выданных документов так скоро перевалит пятитысячный рубеж. Пришлось срочно дозаказывать еще столько же бланков. Впрочем, это вполне закономерно, объясняет министр транспорта. Требования к таксистам в Удмуртии вполне лояльны. В отличие от регионов соседей, выдача разрешения на 5 лет у нас обходится в 2,5 раза дешевле, чем в той же Перми. Еще нашим разрешили не перекрашивать машины в единый для всех такси цвет. Это было сделано как раз для того, чтобы как можно меньше людей оставалось в тени, как можно больше работало легально. Потому что мы считаем, что именно цивилизованный данный рынок, он принесет, во-первых, удовлетворение качественного обслуживания и безопасность нашим гражданам в сравнении с нашими соседями из других регионов. Но вот когда в последний раз было такое сравнение, в августе прошлого года мы занимали 4 место из 14 регионов в Перевозском федеральном округе по выдаче разрешения на тысячу населения. Только в одном Ижевске более 3,5 тысяч перевозчиков получили разрешение. Но и в тени сегодня работает ровно столько же. Службы такси не заморачиваются, берут и нелегалов, говорят таксисты в законе. На рынке таксомоторных перевозок сегодня профицит. И это сильно ударило по карману тех, для кого работа в такси – единственный источник дохода. Мы обращались во все службы такси, с нами не хотят разговаривать. Не хотите – не работайте. Вот ответ. Придут еще куча бомбил, грубо говоря, которые, может, и город-то не знает, и права недавно получил, и машина, ведро с болтами. Мы хотим, чтобы все было законно и цивилизованно. Информационное агентство, принимая на работу нелегалы, не имеющие разрешения, оно просто продает информацию водителю. То есть оно не несет никакой ответственности. Поэтому, я думаю, клиенты тоже в этом заинтересованы. Может быть, после акции протеста службы, раздающие водителям заявки, сядут, наконец-то, за стол переговоров. Таксисты-легалы в понедельник решили устроить забастовку. Работать будут не по заявкам, а только от бордюра. Анастасия Ричко, Максим Кузнецов, телеканал Майя Адмуртия.